Всем привет! Ну что, решился я на маленький эксперимент попробую снять видео, как я готовлю еду Мне мои друзья очень давно и очень часто говорят о том, что у меня очень вкусно получается про это рассказывать Я это сделаю, а вы мне расскажете, вкусно или невкусно Так, ну что, овощи я принес Сейчас надо найти кастрюльку В какой мы будем готовить Так, о! Вот это будет то, что надо Лука я стараюсь брать побольше, потому что от него плов становится сладким Сладким и вкусным, как ни странно, не от морковки, а от лука Так, начинаем мыть овощи Начинаем готовить продукты Лук Лук я режу Вот таким образом Так, вот эту часть выкидываю Чем лука больше, тем плов вкуснее Поэтому на наш казанок мы возьмем две достаточно приличные луковицы Все, лук у нас готов Лук у нас готов Начинаем заниматься морковкой Морковь я режу вот таким образом Вот такая вот соломка у меня получается Которая в плове Смотрится очень даже хорошо Ну, можно вот так я Сделать немножко покороче Морковь я режу Морковь я режу Морковь я режу Складываем Продолжаем Плов очень простое блюдо Хоть оно и кажется Что очень сложно А еще тот плов, который я готовлю сегодня Он еще и диетический Как ни странно это звучало Я не буду использовать баранину Я буду использовать курятину Это будет филе бедра курицы Минимум масла И при этом Как вы чуть позже убедитесь Плов будет замечательный по вкусу Он будет замечательно выглядеть Нисколько не хуже Чем тот, который готовится Из баранины Чем тот, который готовится На мангале Уж поверьте мне Я в этом убедился На своем мощном опыте Так Вот так вот Межнословатно режу морковь Она Очень хорошо Смотрится По нашим Ой Вот сколько моркови У нас получилось Я думаю Что этого будет вполне достаточно Для нашего казана Ну что ж Теперь перейдем к мясу Для мяса нужна другая доска Потому что мясо я не буду Через на это Сейчас я все готовлю Ну что ребят Я начал вам показывать Как я режу курятину И у меня выключилась камера Поэтому я вам уже покажу готовый продукт Вот столько у меня получилось курятины Вот такими кусочками я ее порезал Это филип бедра Вот такое количество моркови Такое количество лука Вот он наш казан В котором мы будем готовить А вот мои приправы Это самая обычная Стандартная приправа Которая продается в магазине Для плова Я туда добавляю немножко куркумы Это барбарис обязательно И это зира Тоже обязательно Вот из этих трех компонентов У нас сейчас получится Прекрасный Замечательный плов Ну что Я включаю Нашу плиту И начинаем ждать Когда она нагреется Пока греется плита Расскажу про рис Который я беру Рис я беру Кубань Вот видите какой Круглый Мою его много раз Для того чтобы Крахмала не было В нем вообще никакого Какое количество Ну мне сложно сказать Вот вы посмотрите сами Да я никогда В общем-то не Взвешиваю свои продукты Вот сколько мяса Вот сколько моркови Вот сколько лука И всегда у меня Все получается вкусно Ну так что Так Наливаем масло Как я уже говорил Плов у нас будет Диетический Масло я много Лить не буду Этого будет достаточно Буквально Немножко чтобы Скрыло дно Сейчас масло Разогреется И мы будем С вами Обжаривать мясо Ребята Я посмотрел На количество Риса Которое у меня Получилось Поэтому решил Добавить еще Одну луковицу Еще одну морковку Уверен Так будет вкуснее Ну что Масло уже дымит Как вы видите Поэтому Я добавляю Курицу Вот Теперь наша курочка Обжаривается Ну что Ребятки Лука и морковки Прибавилось Я порезал Добавку Давайте посмотрим Что у нас С мясом Происходит Мясо Часто не надо Перемешивать Важно Чтобы Появилась Вот такая Вот румяная Корочка Видите Она уже Ничего Отвы где Появляться Пусть обжаривается Подождем Еще немного Это как раз Таки То Что нам Даст Самый вкус И самый Аромат Это Жареная Корочка Так Ну что Надо бы Еще раз Помешать Мясо О Какое Оно Красивое Уже Становится Видите Кастрюлю У меня Туда Сюда Котелок Мой Крутится Потому что Одной рукой Я держу Камеру Так уж Не обессудь Я думаю Что уже Можно И посолить Немножко Мясо Давайте Посолим Вот так Мясо Посолили Пусть Дальше Обжаривается Кстати Пока Наш Мясо Жарится Могу Сказать Что Чаще Всего Я готовлю Плов Не из Филе Бедра А готовлю Из Голени С Косточкой Рублю Каждую Из них Пополам И Получается Нисколько Не хуже А может Быть Даже Лучше Поскольку Сегодня У меня Такое Мясо Я Такое И Использую Сейчас Обратите Внимание Я все Время Готовлю На Девятке Поэтому Надо Очень Много И Очень Внимательно Следить И Часто Перемешивать Чтобы Наше Мясо Не Подгорело Оно Должно Быть С Умяной Корочкой Но Никак Не Горелое В этом Секрет Плова Успешного Ждем Ждем Дальше Мешаем Вот Видите Уже Лопатки Стали При шкварочке Появляться Это Хорошо Немножко Про свой Ножик Расскажу Вот Такой У меня Красивый Нож Я Его Купил Совершенно Случайно Это Белару Это Белару Очень Хорошая Сталь Открою Вам Секрет Как Выбирать Хорошая Сталь Она Всегда Звенит И Когда Вы Покупаете Стукните По ней Ногтем И Вы Услышите Еще Раз Перемешиваем Мясо Становится Все Румянее Все Красивее Смотрите Сколько Жира Помните Сколько Я Лил Масла Больше Я Ничего Не Добавлял Это Все Что Вытопило Из Нашей Курятины Вот Смотрите Как Она Обжаривается Красиво Будет Становиться Румяным И Будет Как Раз Таки Появляться Тот Самый Вкус Который Дает Обжаренное Мясо Которое Потом Передастся В плов Это Нечто Давайте Помешаем Уже Появляется Запах Уже Так И Хочется Попробовать Какой Нибудь Кусочек Уверен Уверен Это Мясо Можно Просто Так Съесть Даже Без Плова Еще Пара Минут И Я Буду Добавлять Лук Я Пока Готовлю Всегда Себе Ворую Какой Нибудь Красивый Кусочек Мяса Для Того Чтобы Попробовать А Как У нас С Солью Так Ну Ка Попробуем Неимоверно Вкусно Мне Кажется Пора Добавлять Лук Высыпаем Все Это Большое Количество Перемешиваем И Продолжаем Внимательно Следить Лук Должен Обжариться Но Он Не Должен Подгореть Посматриваем И Помешиваем Продолжаю Готовить На Девятке Как вы Видите Я тут Еще Пару Раз Переворачивал Лук И Украл Еще Пару Кусочков Мяса Я Все Ремя Этим Грешу Потому Что Очень Вкусно Мясо Получается Невозможно Держаться Держаться Когда Ты Чувствуешь Эти Запахи Во Время Готовки Это Такой Соблазн Неимоверный Я Не знаю Как Повара Всю Пахнет Барбарису Ребята Потрясающе Ну что Следующий Этап Следующий Этап Очень Простой Насыпаем Морков Разравниваем Ее Она У нас Будет Такой Подушкой Для Риса Кладем Заранее Приготовленный Чеснок Я его Почистил Это Наш Деревенский Чеснок Никакой Не Китайский И Начинаем Высыпать Рис Рис Разравняем Ровным Слоем Вот Его Сначала Кажется Что Мало Но Это Обманчиво Его На самом Деле Очень Даже Достаточно Так Высыпаем Остатки Риса И Сейчас Самый Важный Момент Сколько Наливать Воды Так Ну что Ребята Вот Мой Чайник Закипел Я его Беру И Начинаю Добавлять Воды Могу Вам Готовят Опускаться По По Мере Того Как Рис Будет Впитывать Воду Посмотрите Что у меня Получилось Вот Видите Чуть Чуть Совсем Вода Сверху Риса И В тот Момент Когда Я Это Все Дело Залил Я Убираю Огонь На Минимум На Троечку Вот У меня Потихоньку Потихоньку Начало Булькать Беру Крышку Накрываю И Жду Когда Все Вот Эти Ингредиенты Превратятся В Настоящий Плов Периодически Мы будем С вами Подходить И Наблюдать Так Ребятки Посмотрим Что у нас Тут Происходит Ну Потихонечку Видите Плов Набухает Рис Вода Уходит Ну Что Прошло Еще Несколько Минут Давайте Посмотрим О Уже Становится Красивее Вот В такие Моменты Что Нужно Делать Такие Моменты Надо Вот Так Вот Немножечко Рис Собирать И Заново Его Разравнивать Видите Там Чесночок Наш торчит Тоже Уже Набух Ребята Какая Вкуснота Как же Это Все Пахнет Ароматно Вы Себе Даже Не Можете Этого Представить Пахнет Плов Шикарный Пусть Томится Дальше Ребятки Еще Один Важный Момент Который Я Чуть Не Забыл Для Того Чтобы У нас Влага Поднималась Можно Делать Вот Такие Ходы Видите Вон У нас Там Все Бурлит Кипит Вот Смотрите Как Красиво Впитывает Всю Влагу Так Ребята Я Забыл Посолить Представляете Поэтому Экстренно Вынужден Посолить Немножко Сверху Сейчас Я Его Перемешаю Все У нас Будет Хорошо Но Для Того Чтобы Вот У меня Поедатель Плова Пришел Но Для Того Чтобы Я Его Перемешал Я Вынужден Выключить Камеру Поэтому Я Вам Уже Покажу Как Я Буду Это Делать Аккуратненько Вот Так Вот Аккуратненько Уже Вам Покажу Готовый Результат Что Ребята Я Добавил Соли Уже Почти Готово Уверен Будет Вкусно Даже Несмотря На То Что Забыл Посолить Вовремя Так Ну Давайте Посмотрим Что У нас Тут Происходит Вот Какая Красота Какая Красота Плов Уже Плов Уже Почти Готов Плов Уже Почти Готов Сейчас Я Попробую Как Рис Замечательно Тебе нравится Плов Который Я готовлю Да Очень Сколько Ты тарелок Съедаешь Одну Но Хорошо Сейчас Скоро Уже Будет Готов Я Тебя Угощу Рис Приготовился И Вот Последний Этап Я Его Перемешиваю Все Слои Лук Морковь Мясо Вот Так Вот Это Замечательно Выглядит И У нас Получается Вот Такой Вот Прекрасный Продукт Очень Вкусный Вкусный Я Уверен Что Каждый Кто Его Сейчас Попробовал Сказал Только Одну И Сказал Б Он Дайте Еще Вот Он Чесночок У нас Который Свой Аромат Дал Закопаем Сейчас Все Я Я Я Выключаю Рис Готов А точнее Плов Встретимся За столом Так Так Что Ребятки Самое Главное Наступило Накладываем Вкусный Плов Для Того Чтобы Его Поесть Смотрите Какая Красота Какая Красота Очень Вкусно Это Вот Я Себе Столько Наложил Вот Как Он Выглядит Такой Красивый Рассыпчатый Плов Приятного Аппетита Ой Меня Шлюнки Бегут Пошел Скорее Его Есть Еще Ну что Алис Вкусный Плов Попробуй Да Вкусный Да Ну здорово Я тоже Буду Есть Я Тоже Буду Есть Пальчики Оближешь Пойду За Добавкой